Если куда-нибудь посадишь, у нас все равно по часу вращаться будут. Не понимаю. Вот, что это доказывает. Там солнце, наоборот, вот так вот идет. То, что ты смотришь, когда-то там по-другому солнце, или другую сторону, получается, а потом... Ээээ... Че ты, стыдно? Спасибо. Доказать, что у нас там, вот эти, батюшки. Не, он, что там говорит? На небе, говорит, 10 тысяч этих летает спутников. Ты, говорит, хоть один видел? Я говорю, да их хоть сколько? Только ночь начинается в тайге. Я в тайге, потому что постоянно. Выйду вот так там, сяду на лавочку у нас там. Вот так подниму и считать начинаю. Они один за другим. Я такой только просядумаю. Нифига себе, расплодили они их сколько. Один туда-сюда, туда-сюда, туда. Я это, все... Я поделяю в киностанте. Все хотел увидеть падающую звезду. Падающую, думаю, как звезда, метеор. Метеора не увидишь, а эти туда-сюда, туда-сюда. Пролетело, пролетело. Сколько хочешь? Сколько хочешь? У тебя и в киностанте. У тебя и в киностанте. У тебя и в киностанте нет. И спаси блажен души наши Но тот, кто сказал ему Ты сын мой, я ныне родил тебя Как и в другом месте говорит Ты священник вовек почину мелхиседека Полкование блажен от Эпилак Что Христос всюду говорил Я послан от Бога и пришел И не пришел сам от себя Иоанна 8,42 То же и Павел указывает теперь Именно, что он послан от Бога И не сам прославил себя Но тот, кто сказал ему То есть тот прославил его Это прими к сведению вообще Посему, так как Аарон имел много Чувственных признаков того Что он послан от Бога Как сказано выше А Христос не имел ничего чувственного Напротив, даже более Противники его и убийцы В то время пользовались большим уважением Они все делали и всем правили То показывает доказываемое На основании пророчеств Именно, что он послан от Бога Казалось бы, пророчества И второго псалма Не согласны с тем, что предполагается Предполагается, без сомнения На основании какого-либо местописания Показать, что Христос Послан от Бога Первосвященник Между тем, это свидетельство Показывает то, что он рожден от Отца И действительно То, что он рожден от Бога Есть в приготовлении К рукоположению от Бога Затем прими в соображении То, что сказал потом Псалме 109 Из чрева прежде деньницы Рождение твое Потом немного спустя прибавил Ты священник вовек Поченуй Милхиседека Павел соединил здесь Сказанное в обоих псалмах О рождении Как бы говоря следующее Чтобы ты не подумал Что говорится о ком-нибудь другом Ты священник вовек Но именно о рожденном Прежде деньницы И это не кто иной Как тот О котором во втором слове Говорится Что он рожден ныне Выражение Прежде деньницы Означает вечное А так же и ныне Означает от начала И то есть от отца Второй же псалом Очевидно относится Ко Христу Посему о Христе Сказано Ты священник вовек Пусть скажет иудей Кто другой был Иерейм по члену Милхиседеку Кроме Христа Не все ли были Под законом Не все ли Субботствовали Приносили жертвы И так совершенно очевидно Что это сказано о Христе И вот только он один Освятил жертву Хлебом и вином Как и Милхиседек В каком же смысле Сказал вовек В том Что и теперь С телом Который принес За нас пред Богом и Отцом То есть Самые страдания За нас представляет Как великое Побуждение Без слов Говоря Отцу За человеческое естество Твой сын подвергся этому Помилуй же тех За кого я с ним Шел пострадать Или Что приношение Каждый день совершаемое И имеющее совершаться Чудес служителей Божьих Имеет первосвященникам И священникам И жертвы Самого Господа Себя За нас освящающего Закалаемого И раздаваемого И всякий раз Как совершается это Смерть Господня Возвещается Конец толкования Здесь апостол Павел Приводит два Местописания Из Ветхого Завета Которые говорят о том Что Христос Священник Конечно доказательства Такие Христос так рожден Был прежде И не имеет Начала Не конца А Мелухиседек Понятно что имел Родителей И когда-то Помер Но так как Об этом писании Не сказано Поэтому Имеется ввиду Что Христос К Мелухиседек Вот и все Наказательства Тут только Нужно Поверить в это Ну и Можно Давайте Так же и доказательства Того что Апостол Павел Апостол Что сам Господь Его избрал Тоже такое же Непонятно Он его Господа не видел Он С ним не ходил В учениках Его не был Но Явился ему Господь И он Причем Ему одному Никто не видел И не слышал А ему одному Все это явилось Явился Господь Все эти чудеса Сделал с ним Избрал его И он вышел На проповедь Пошел благовествовать В Аравию Там и дальше Потом уже Встретился С апостолами Тоже Можно сказать Ну а Черт Ты нам Сам-то Рассказываешь Однако Это принимается Святыми мужами Потому что Дальнейшее Показывает Правильность Того О чем Говорится То есть Никогда Он не покривил Истинную Не покривил Душой Всегда говорил Только то Что Заповедал Христос Говорит И поэтому Он спокойно Мог сказать Что Братья Если вам Благовествовали Не то что Благовествовали Апостолы И я Благовествовал Да будет Анафема Даже Ангел Придет И будет Не то Благовествовать Анафема Как важно Знать Слово Божие Чтобы Не попасть Подармах Ему И Вразумить Других И себя Конечно В первую очередь Не остаться Недостойным Еще что интересно Если по книге Леви читать То Внимательно То человек Который Допустим Приносит Жертву Господу Он приходит Священником Ложит руку На голову Этой твари А потом Сам их заколает А священник Берет Там Все нужные части Там Потрясает Что-то Жир Жигает Шкуру Там Жигает Или выбрасывает А если Священник Согрешил Пред Господом То Священник Сам должен И заколоть И сам Должен По всем правилам Приготовить Так Если Христос Был прообразом Точнее Не прообразом А самой Жертвой Истинной То Он позволил Чтобы Его Убили А сам Себе Он не мог Убить А то же самое Произошло Грех Считается Большим Себе Убил Так Убил Себе Сошел В ад А был Безгрешен То есть Получается Человек Не может Себе Убить Это Грех Большим Надо Чтобы Его Убили Христа Нужны Еще Ты Зашел Ну Ладно С какой Стороны Да Ну Непонятно Сейчас Понятно Говорится Где положить Да У меня какие Мысли Возникли Здесь Толкователь Нам Говорит Что Христос Всюду Говорит Говорил Я Послан От Бога И Не Пришел Сам От Себя И Вот Я Часто В интернете Слышу Обменения В адрес Игна Тихонича Ну И ролики Даже Составлены Такие Когда Он Я Избран Богом И Его В этом Обвиняют Что Вроде Как Он Сам Самохвалением Что Ты В Прелести Что Ты Все Вот И Мы Христиане Я думаю Не Должны Вестись На Такое Вот Потому Что Мы Действительно Каждый Из Христианин На Что Поставлен Богом И не нужно Этого Стесняться Потому Что Господь Таланты Всем Нам Дал Кому То Меньше Кому То Больше И Мы Эти Таланты Данные Богом Должны Развивать И Должны И за это Бога Благодарить Лукавый Жираб Ленивый Закопал И Говорит На Тебе Своё Ты Жестокий На Бога Говорит Ты Жнёшь Где Не Сеял Вот Собираешь Где Не Собирал Не Рассыпал Не Рассыпал Где Не Рассыпал И Что Господь На Это Ему Сказал Вот Он Сохранил Талант Он Его Не Развил Не Преумножил И В Другом Вести Говорится Что Книжники Моисеевы Сели На Моисеевом Седалище Сами Никто Их Не Ставил Они Сами Захватили Эту Власть Игнать Тихонич Тоже Говорит Священники Они Захватили То есть Пираты Захватили Корабль И Как Нам Разобраться Где Пираты Где Поставленные Богом Вот Такой Вопрос Каждому А я Пират Захватил Корабль Я Кто Я Я Богом Ли Поставлен На Какое Это Служение Или Я Сам Залез На Эту Кафедру И Начинаю Учить От Себя Какой Брат Первый В Апостоле Иоанна Так Сказано Всякие Приступающие Учения Христова И Непребывающие В нем Не Имеет Бога Пребывающего Учения Христова Имеет Бога И Отца То есть Лакомус Бумажка Это Учение Христова Ну Все Сектанты Иеретики Называют Себя Христианами И Даже Игнать Тихонич Говорит Что Никто Не Может Называть Иисуса Господом Кроме Как Духом Святым Но Они Иеретики Сами Они Сели На Это Седалище Из Кафедр Женщины У них Даже Проповедуют О Христе Говорят Во многом Правильно Как И правильно Брат Заметил Насколько Нам Нужно Необходимо Знать Священное Писание Чтобы Сравнивать Где Ложь А Где Подмена И Не Зная Истины Конечно Мы Можем Плюнуть На Ложь Сейчас Солюмил Степан Написано В Евангелии Что Господи Всех Кого Ты Мне Дал Я Сохранил Никто Не Погиб Кроме Сына Погибели Ты Мне Дал То Господь Избрал Того Кого Ему Отец Дал И Он Сохранил То Это Избрание Было Отцом Избранные Апостолы Которых Ты Мне Дал Никто Не Погиб То Он Говорит Что Ты Мне Дал Бог Господь Поэтому Избрание Это От Бога Избрание И Как Это Может быть Чтобы Вот Как Он Говорит Что Вроде Как Это Определить Кто Кто Человек Всю Жизнь Положился Человек Ведет Слово Божие Человек Его Знает Человек Скольких Людей Обратил Ну Не Это Линия Избрание Божие Это Уже Это Уже Край Какого То Это Уже Я думаю Что Не От другого Анти Еще Брат Ну Ты упомянул О сектантах Опять же Надо Опять же Сравнивать Со Словом Божиим Есть же В церкви Учения О церкви Не только О церкви Но еще О священстве То есть Если ты Это все Должен знать И тогда Будешь понимать Где секта А где Истинная Церковь Христова У меня тоже Объяснение Причем Православный Так Реагирует Истинная Тетих Когда он Говорит Что Меня Бог Избрал От чрева Матери И поставил На это Дело Меня Потому что У нас Православные Больше любят Святых Отцов Читать И вот Ава Исай Как пишет Из себя В одних Творениях Что Настолько Тонкое Действие Прелести В человек В человек Даже Он Не Может Исполнять Заповеди Христов Просто Как Поверение Божие А он Надеется От этого Получить Какое-то Удовлетворение Духовное Вознаграждение А это Уже Является Каким-то Образом Не Правомыслием Потом Когда Кто-то Говорит Что Я Избран Бога Это Просто Нужно Знать Писание Об этом Пороке Еремея Говорит Что Прежде Рождение Избрал Тебе Инатих Просто Направляет На Священное Писание Людей Подумать Как Нельзя Сказать Что Он Возомнил Себе Такое Сильно Много Это Просто Направляет Людей Возвольную В Писание Что Сказано В Писании Инатих Начальником Лагеря Организатором Советское Время Религиозный Не скрывать Что Он Православный Мы Открыто Молимся Когда Мы Уходили Молиться Утром Вечером Районное Начальство Приезжало На Автобусах Выходили Все И стояли А тут Рядом Как Идешь Купаться Избушка Стояла Они Пасли Лошадей Пасли Пастухи Телят И Они Стояли Ждали Когда Будем Молиться Это Шоу Для Них Было Вообще И Я Не Просто Кормил Детей А Старался Узнать Будущее Мы Давали Характеристику Будущего Ребенок Какой И Что Это В Эти Книгах Они Померчены Одному Ребенку Дали А Они Такой Солидный Мужчина Да Дали Характеристику Говорит Не Дочери Моей А Маме Ее Вот Так Потому Что Если Ты Хочешь Девушку Какой-то Приобрести Ты Познакомься С родителями И Как Правило Как Правило За Малым Исключением Почти Всегда Дочка Наследует Характер Матери Познакомься Почему Разговоримся Только Про Тещу Живет Уже Теща А нет Теща Не Смотрю Что У нее Язык Теща Как В Польше Это Какое Наказание Двои Женцев Жить Двумя Тещами В одном Доме Самое Большое Наказание Так Вот Я Обращал Внимание На Детей И Родители Спрашивали А наш Ребенок Как Он Хороший Ребенок А Избран Богом Или Нет Я Вообще Не Знаю Но У меня Определитель Только Один Тяга К Богу Если Он Избран Он Как Железные Стружки Какие-то Опилки Они Притягиваются К нему У Ребенка Тяга К Богу А Эти У Нас Хорошие Дети Не Нарушают Целый День Не Матеряются Хорошие Ребятишки Но Их Не Касается Это Как Будто Никакого Бога Нет Подошел За стол Помолился Опять Б Повел И Лови Его Где-то А Здесь В Ребенке Это Он Иногда Тихо Подойдет И Скажет А Мы Когда Молиться Будем Я Пытался Как-то Найти Это Вот Один Из Примеров Детям Сказал По Кружке Набираем Малины Идем Домой А Другие Отправлены Разъезд Там Еще Люди Жили Сейчас Принесут Три Трехлитровых Девять Литров Молока Мы Брали Много Молока И С Молоком Дети Очень Любят Подошли И Говорят А Вот Этот Мальчик Он Не Берет Малину Он Берет И В рот Ее Кладет А У нас Лесополосы Знаете Кленовая Малина Здесь И На Той Сторон А Мы Берем На Этой А Он Ушел Подальше Маленько Отойдите Дальше Я Потихоньку Между Кустами И Я Слышал Хорошо Слышал Он Поет Берет Ягодку Святые Божие А Опять Сольет Святые Крепкие Святые Бессмертные Я Потихоньку Обратно Приполз Не надо Он Берет У него Хорошо Берется Малина Люди Могут Сказать Разве Поэтому Определяют У меня Такой Навык Есть Мне Я Сейчас Не помню Сколько Но Думаю Что Уже Двадцать Лишним Года Было Брат Старше На Пять Лет Ему Где-то Семь С Половиной Лет Было И Мать Уйдет На Работ Ухаживала За лошадями Конзавод Для страны Доставляли В кавалерию Карповка Конзавод Номер 140 И Он Достает Книгу Там Псалтырь У нее Поля Вот Такие Поля А бумаги То Нет И Он Там Рисует Лестницы Человечки Цепляются И Лезут Кверху На Небо Он Нарисовал Я Старался Узнать Я Рано Рано Научился Считать И Молитвы Когда Мать Уйдет Я Снимал И Наизусть Заучил Псалтырь Не Понимал Слов Но Вера Была Такая Вот В корше Научились Уже А в школе Не Был Тогда Взыскивали За это Дело А мы Не Были Дома Надо Картошку Копать А что Буду Объяснять Марья Ивановна Она Не Поймет Меня Идем Я Куда Смыгнул А как Раз Она Застала На мосту Воду Прыгать Не Будешь Я Смело Иду И Читаю Да Воскреснет Бог И Расточаться Врази Его Она Проходит И Не Видит Меня Другой Раз Учитель Также Жар Был Такой Мужик Один Мотоцикл В деревне Мы Сразу Видели Он Едет Скорее Через Канаву В канаву А там Травы Много И Меня Не Найдет Он Где Он Он Прошел А Где Ребенок Майда Картошку Копаем Где Ну Где Он Сейчас Где То Был Здесь Я Любил Красти Ягоды Берут Подползу Ведерко Развлечить Я Там Лежу Думаю Да Воскреснет Бог И Все Нет Он И Это Я Лежу Они Не Могут Взять Вот Эта Тяга К Богу Я Усвоил Усвоил Отцу Несу Обед Пять лет Отец Спасет Далеко Где-то И Я Иду И Несу Ему И Где-то Жгут Ну Что Ребенок Пять лет Может Думать Дым Где-то Нет Я Думаю О Страшном Суде Как Небо Загорится Как Земля Я Упал И Земля Для Меня Габарит Что-то Я Не Могу Это Все Объяснить И Вот Ребенок Траву Вокруг Келли Надо Рвать Рвут А Один Не Рвет Он Что-то Отошел Сгорбатился Сел На Корточке Сидит Сигнал Поступил Я Подошел А Он Вот Так Смотрит А Там Один Мураш Другого Сбегал Двоем Они Жужиху Перевернули И Все Чем Занимался Книжки Все Перевязал И Подпол Бросил Это Избрание А в семье Было Так Ни у кого Не было Этого Вот Батюшка Я Как-то Постепенно Шел Призывал У меня Мгновенное Обращение Было Я Весь Истомился И сейчас Слово Божие Друг Евангелие Дали Они Обедают В той Комнате А мне Дали Новый Замет Когда Они Отобедали Зашли Я Уже Все Скорее Молиться На Молиту 27 Сентября 1962 Года 17.00 Все В интернете Видело Как я Там Не Видело Что Как я Поехал В Венску Там Кто не Слушает Смотрит Все Плачет Я Не могу Слово Вымолвить Явился На то место Дома Того Нет Я Примерно Ждал Но Теперь То Место Оно У меня Все Я Не могу Не Разговаривать Да Ты На Потеряковский Пруд Ты Приехал Там Слез Не Меньше Выплыл А Как Ты Возьмешь Когда Нет А Как Надо Выпросить У Бога А Иногда Бывает С детства Я С детства Знал Что Я Предназначен Для Большего Но Я Не знал Бога Чувство Справедливости Кипело Во мне Я Все Буду Убивать Коммунистов Что Они Делали Вот Этих Террористов ИГИЛ Я Очень Понимаю Мне В Москве Ягумен Задал вопрос И говорит Убили На Украине Сашка Белый Музычка Звали Его Ну Вот Он Танки В Чечне Подбивал Русские Как Вы Нашли С ним Общий Язык Я Говорю Нет Я Бо Не Стал Искать Общий Я Почему Это Я Мне С самим Собой Не Надо Искать Я От него Ничем Понятно Это Моя Жизнь Но У меня В пути Встретиться Христос У него Нет Только Вся Разница Он Как Савв Он Сейчас Шел Убивать Я Убивать Буду Хватать Тащить Из Дамаска Удар Упал Ослеп Обратился Пошел По миру У меня Все Было Так Я Минуты От Священника Даже Батюшка Я Не могу Этого Назвать И Наш Никто Не Я Просто Страдаю Я Болею В буквальном Смысе Как вы Преносите Некоторые Которые Понимают Ну такой Человек У вас Был А теперь Пошел Там Поднялся Тебе Не пересказать У меня Внутри Спепеляет Все Буквально Сгорает Я Только Молюсь Об одном Господе Чтобы Не Умереть Вот Такое Страдание Что Я Будто Б Вижу Как Он Упал Умер И Его Сгорает Огонь На меня Переходит Это Воображение Воображение Вот я Книга От Арсений Я Насчитал Она Стоит В интернете Ты послушай Кто Слушает Если Плачет Почему Я Плакал Когда Считал Так Это Выдуманный Герой Я В него Вошел В этот Образ Я Не Хочу Выходить Почему Это Я Это Она Обо Мне Пишет Я Заново Переживаю Как Было Я Принес Новый Такой Карман Где-то Он Весь Весь Такими Ну Как будто Его Кто-то Так Вот Почему Он Весь Пропитанный Слезами Я С верующими Встречался Вы Были А у У меня Слезы Я Мог Обезбоживание Организма Это Нельзя Выпросить Нигде И Когда Было Когда Падал Человек Вот Отец Таким Ну Батючка Не Был В Москве Служил Где-то Снабженцем Как Каптер Маус И вдруг У него Что-то Там Такое Заколбасил А в то Время Советское Время С работы Не уволишься Это Тебе Такой Билет Дадут Я Сразу Подошел К бригадиру Там Роман Был Так Прими От меня Инструмент Как Я Уезжаю Как Уезжаешь Да У нас Такая Работа Да Никакой Работы Нет Я Уезжаю Куда Они Вас Не Касаются Я Все Сдал Зашел В лесополосу Выплакался И уже На поезде Я Уже В Москве Водинская Часть Я Перелез Через Заграду Где-то Проник Не знаю Переодел Меня Или нет И живу С ними Пока Он не Стал На ноги В казарме Ну ты Спроси У кого Это Было Москва Все Сделано Теперь Я Обратно Перелез Домой Я Реально Ощущаю Что Он Умер Тебе Рассказать Как Это Выдергивать Приходилось Спишь Сидишь Когда Она Поехала Там Саранский Где Была Я Работать Не За гамзами Пошли Я На лесополосы Дойду Меня Не дождутся Я На колени И плачу И плачу Я Убога Выпрашиваю Я Прошу Господи Сделай Так Я Очень Прошу Тебя Умилостивись Я Как раз Умащиваю Слезами Молитву Мою Это Избрание Я Не Хотел Господь Меня Стражем Дома Семы Сделал Стражем Дому А Я Сторож Брату Моему Я Никогда Не Мог Так Сказать Я Сторож Вот Он Уезжает Он Покосник Такой А у Меня Все Остается Здесь А Какое Впечатление Будто Зуб Вырвали А Зуб У Меня Не Вырывали Боль Физическая Нет Больше Радости Как Слышать Что Дети Мои Ходят В Истине И Нет Большей Скорби Как Слышать Что Мои Дети Скажи Я В окно Смотрю Колонка Прямо Около Окна И Туда Люди Все Время Ходят Берут Воду Ну И Что Слушай А Рядом Тут За домом Нашим Дальше Дом Стоит Хозяин У него Док Вот Такой Примерно Огромный Огромный У него Здоровья Такая Собачья Злобная Ужасная Он Подойдет Колонки Никого Нигде Нету Хозяин Я ему говорю Бесполезное Дело Как Его Прогнать Расскажи Чтобы Он Никогда Не Приходил Ему Если Говорить Этому Кобильму Только Сверху Говори Чтобы Тебя Не Достал Я Помолился И Сразу Бог Дал Мне Оружие Я Вышел С мечом Он На меня Только Рот Раздевать На меня Все Как Даниил Сделал Из Шерсти Смола Бросил В пасть Збей Он Рассел Я Ему В пасть Сразу Бросил Огненный Пучок И Он Завизжал Хвост Поднял И Больше Ни Раза На Нашу Улицу Не Выходил Как Знаешь Как В печке Делается Где Зало Падает Ящик Такой Железный Я Этот Ящик Взял Зало И Вышел Только У меня Я Как Из Ящик Шарак У Него Все Больше Его Никогда Не Наши Слова Должны Быть Огненные Чтоб Дьявол Задохнулся В этом Огненном Смерче Сейчас Мне звонит Батюшка Один Вот Скажите Я Я Как Понимаю Так Но Он Все Время Сбой Нет И Говорит Вот Сегодня Крестопоклонная И Молитва Обращаются К Кресту Скажи Крест Нужен Да Я Не говорю Что Не Нужен Вот Я Стул Сижу Мне Стол Нужен Я Еще Скажу Стол Подвинься Ко мне Ну Как К Мертвому Предмету И К нам Говорят Сектант Еще К 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 Я Говорю Ну И Как Я Говорю Правильно Как К К К Так Вы По Библии И По Библии Сходится А до Воскрес Нет Бог К К К Это Это Молитва А по Библии Можно Доказать Можно Открываю Третья книга Царств 13 глава 2 стих Пророк Божий Выходит Поворачивается К жертвеннику И говорит Жертвенник Жертвенник Так Говорит Господь Бог К Кому Он Обращается К жертвенник Да Как Так Я Тебе Считаю Слово Божие Божий Пророк Говорит Об Третья Царств 13 2 На этом Жертвенники Будут Приносить Которые Сейчас Жрецы Кости Сжигать Будут Восстанет Царь Его Звать Будут Иосия Приводит Иосия Джигашвили Он Сожжет Ваши Кости Здесь Он Семинарию Тоже Учился Так Вот Я говорю Три стиха И вы Как Огненную Пасть Сатаны С сектантом Заткнете Ах Какие Второе Евангелие Это 1 глава 29 стих Божий Который Берет На себя Грех Мира Картина Иванова В Третьяковке Целый зал Посвящен Явлению Христа Народу А третье Какое место А третье Всюду и везде Об этом Говорит Что Христос Жертва Ты согласен Ну так Понятно Там Ягненок А здесь Агнец И что Это Тень Будущих Благ Ягненка Куда Клали Клали На Жертвенник А Жертвенник Мы считаем Тридцатая Глава Исход Говорится Его освящайте Семь дней И будет Святыня Великая И кто Прикоснется К жертвеннику Тот Освятится Ты это Веришь Ну Библия Сказано А теперь Христос Жертва Ты веришь Ну Это Вся Вера Наша А куда Его положили На какой Жертвенник На крест Так Если К тому Жертвеннику Который Ягнящей Крою Пропитан Святыня Великой Называется Какой Барашка Сравните Бога Никакого Так и так И обращаемся Жертвенник Кресту твоему Поклоняемся Жертвеннику Воскресение Твое Славим Вера Православ Ты все время Благодари Бога Батюшка Что ты верующий Иначе бы ты не звонил Мне А второе Что ты православный О Это такое преимущество Быть перед другими Верами Все Я Со всех сторон Огражден Ты огражден Его Говорит Ты можешь спать Безопасно Меня не тронут они Я говорю Что Вот этот Я называю Три стиха Любому сектанту Ты мгновенно Отрежешь пути К отходу Почему вы не молитесь Вы что умнее Пророка Божия Так они Все Больше ни один Тебе не скажут Считай место Жертвенник Жертвенник Вы признаете его За умного человека Ну пророк Божий Так говорит Слово Господне Слово Господне Слово Господне Говорит Все Все До свидания Разговаривать мне больше некогда Ты должен знать абсолютно все Ружье Заложил И как прицелиться И выстрелить Долой Кверть ногами А то миссионеры Миссионерами Не учатся Это Бог открывает Притом Открывает внезапно У меня даже А у вас было толкование Это вчера один из Америки Пришел И вопрос задает По Ветхому Завету Как это Я никогда не толковал Это место Он пока говорил А я уже помолился Я говорю Вот так Вот как А я думал так Я говорю Твое толкование Тоже правильно Твое идет На дальше На время Это уже прошедшее Нас уже не должно Волновать Делит добычу сильными 53-й 57-й стих Довольно Ой-ой-ой Как это просто Я могу тебе день и ночь Кричать Это благодать Моего ничего нет Сектант Я говорю А ты сектант Ты наследник Дофана Вероны и Кореи Да мы У нас люди каются Каются и идут в ад Вы баптисты Вы не церковь Да как же так Вот было Дома сжигали То другое Дома сжигали А рукоположение Обязательно останется Неемия говорит так Неемия на рукоположение Было Ставлено грамотой Все исключенные Священники были Попадайте А он хороший Его отец Мне близко знакомый Я могу назвать Фамилию Акулов Отца Звать его Прокопий Павлович Он так Подписывая Прокопыч Тебе везде Бог будет доставлять Время Поприще Работать Я говорю О том Что Говорите Вы увязываете С жизнью Тогда оно Настолько жизненно Будет Настолько близко Он против Ну и что Чем больше противников Тем блистательнее Победа Говорит Златоуст А я вышел На поприще Как Карпов Приехал А нету Противника А почему Пять миллионов долларов Запросил Роберт Пишер А ему не дали Он говорит Ну и все сидите А он там посидел Ну ему присвоили Звали чемпион мира А какой он Когда он не боролся То есть я понимаю Фикция И в деле божьем Точно так же Ты просил это Да А как это узнать По молитве Давайте помолимся Семикратно В день прославляю тебя Вы пенсионеры Скажите кто Ежедневно Семь раз молится Ну я сказал Один раз Это три святоя И сто поклонов Ну Чем вы смотрите Пенсионеры Семь раз А как Помолился Палочку поставь Да ведь как там Молился Не запоминал же Это Это очень просто Семикратно В день Прославляю тебя За суды правды Эпиграфом Моей жизни стало Ты говори так Чтобы все понимали Лучше не сказать Точнее не выразить И исполнение Оно В обязанность Вошло мне Он звонит Вы могли бы за меня молиться Я говорю Отец Ни одного дня не было Чтобы не молились Вот сейчас мне позвонят Старообрядческие Корнили Я каждый день молюсь за него А древнеправославные Там патриарха Мы брали Каждый день Сейчас мне позвонит Эрдоген С Турции Я каждый день Да Надь позвонит Мы каждый день Молимся за него Да к вам еще Заповедь Божья Молитель за начальствующих Я говорю Устильте Чтобы на этой неделе Господь точно показал За кого голосовать Если голосование Какой-то смысл имеет Ну предположим Что будут считать голоса Все Путина интервью берут Он на большом Огромном медведе Сидит и медведь скачет Он говорит Это фотография Я никогда на медведя не ехал Говорю Начинает разговаривать Там одна Американская Кажется Журналистка Он ей третий раз говорит Он уже смотрит на ее Как на дурочку На какую-то Во взгляде У него это понятно Засмеялся Ухмылился И все И все понимают Да кого не подослали Такому человеку Он находчив Вот Европейские Где-то там были И все время Все страны делились Наработками в атомной энергии Ну Россию На год продлить санкции Это толерантность Их бесовская А Путин сказал Выходим из этого Состояния И больше От нас ни одного Не получите Нового изобретения Которое там По атомной энергии А вы все сдаете Америке Атомную бомбу строить Не будет больше этого И все Доигрались Да вы выезжали За счет того Что Бог Дал вам человека Я его не пропагандирую Не агитирую Но Однако На сердце Человеку ложится Понимаешь Это нельзя доказать Вы знаете Здесь был Евдокимов Михаил Сергеевич Губернатор края Вы движение С него не выбирали Личный президент Дружок И он на похороны Прилетал сюда Так И о нем Решили снять фильм А сколько они там Выделили Там 20 миллионов Или сколько рублей Ну там пишут Я не знаю Ты цифру точно не знаешь Но факт тот Что работают специалисты Ставят фильм И никто его не знает Да как так Такой фильм поставили Нету нигде Я спрашиваю Еще ни одного Не встретил Что видел Я посмотрел И при том Документальный фильм Ну он поет Там Как говорит И то другое Но биография человека Впереди его идет Там у гроба Будут спорить Первая Вторая Жена Третья Так У нас все знаете Где-то А в фильм Никакое место Дальше Не надо говорить У нас приезжает Снимает фильм Предчувствие Потеряевки Половина фильма Первое место На международном киноконкурсе Второй раз приезжает Весь фильм Обо мне Златоустец Потеряевки Занимает первое место В России Никто не пропагандирует Там не только Это вы там участвовали А за счет вас Он и выехал Этот фильм Первый Там другие А во втором Да вы значите Ничего не значу Бог дал мне понять Что за славой Кто бежит Она от него убегает А меня батюшка звонит И звонит Ну согласись Ну просят Ну Еще фильм будет Второе крещение Руси Или Глаз вопиющего Кого они называют Глаз вопиющего И дальше начинают Первый кадр Я не артист Никто Но Бог это делает Никакой Евдокимов На пути не встанет А почему Через этот фильм Люди приходят Там все сказано Я могу не говорить Я говорю то что Говорят Такую премию И там присваивали Когда это место Три епископа И КМП были И они проголосовали Профессора ГИКа Не просто так И поэтому То что мы делаем Будет явно Перед всем миром Давай Никита Евреи 5.7 Он в одни плоти своей С сильным воплем И со слезами Принес молитвы И моления Могущему спасти его От смерти И услышан был За свое благоговение Днями Оттолкование Днями плоти его Обозначает время жизни Его во плоти Это не значит Что ныне Он сложил с себя плоть Ни в коем случае Ибо он имеет ее Но плотнетленную И стоящую Выше ее плотских И безвинных страстей Голода Жажды Утомления И тому подобного Это место апостол Заимствовал у Давида Который В 114-м псаломе Говорит Буду призывать его Во все дни мои Псалом 114-2 Весь этот псалом Апостол Относит ко Христу Это сказано О плоти Ибо как Бог Он не нуждается в этом Ну допустим Что он и молился Но без сомнения И не с воплем И не со слезами Ибо это не свойственно Богу Но должно бесспорно Отнести к человечеству Единого Христа Чтобы с одной стороны Показать истинность Воспринятого естества А с другой Вместе с тем И попещение о нас И явить избыток любви Ибо за нас Он молил об этом Приняв наше естество Чтобы подавить Самом себе Боязнь нашего естества Пред смертью Потом обрати внимание Что нигде в Евангелии Не написано Чтобы он молился О воскресении Но напротив Он явно Говорил со властью Разрушите храм сей И воздвигну его Иоанна 2.19 И власть имею Опять принять душу мою Иоанна 10.18 Видимо Молитвы и моления Имеется ввиду Когда Христос Говорил на Христе Что прости им очень Ибо не ведают Что творят Нельзя сказать Что Господь Всем простил Кто там находился При казни И вообще Это нас Господь Получает Прощать своим врагам Даже больше Для их пользы А для нашей Мы неумеренно К его вражду Имели духовное Ровное состояние А разница Молениями И молитвами Какая? Моления Это продолжительное Скажем Какое-то Молитвенное событие Может Акапис читать Или часы А молитва Короткая Господи Иисусе Христе Сыне Божий Слава Отцу И Сыне Святому Духу Царю Небесную А вместо Все это моление Составляет Правильный ответ Что сказать Кому Дополнить Вы старайтесь Когда идете Просто Вымолить у Бога Чтобы все остальное Отодвинуто было Я сейчас Занимаюсь Отдельно Накормить душу Для плоти Не надо Что я буду думать Как сейчас все буду Там поставить Вот уж наемся Алчный глаз Говорит Ну много же всего Не протягивай руку Чтобы в тарелке С другими столкнуться За одним куском Двое ухватились А для души Ты приготовь это У ней Если она омертвела Тяги нету Ну когда будет тяга Тогда я помолюсь Так ее никогда Никогда может не быть Поэтому надо разогреть Себя к этому Молиться А молитвы нет Молитва не идет У отца Арсения Стал молиться А молитва не шла Ты понимаешь Что такое Молитва не шла Вот я у баптистов Когда мы приходили Здесь Северо-западная 144 Так кажется Адрес был И там вернулся Один у них Брат их И говорит Брат и сестры Вот сзади Костюм разрезан Вот так полоска Ну как надо Так вы Зашейте А почему Сейчас скажу Когда придется ложиться Она разойдется И вы спину застудите Я это все Понял Мне не говорено было Пришел домой Зашил все до одной По сегодняшний день Ну нельзя Так долго Сделай Нет Ну не расстегивай Пуговицу Никогда Смотри Где ты там Работаешь Ну то понятно Жарко Или что-то И за столом И сразу застегни Это знак масона Галстука нет Обязательно расстегнутый Я один раз услышал Почему тебе надо Долбить и долбить И притом не заставишь Никак Тогда стали в церковь Растегнутый Не заходить Он сейчас к нам Даже приходит Здесь приходит Человек Я его должен оставлять Останавливать У него расстегнутый Зачем расстегнул И здесь вытаскивает Поясок Начинает подвязывать То есть он за дверью Пояс дал Он не нужен А почему У отца научился Понятно А когда ты избран Богом Ты понимаешь Это от Бога Тебе не надо напоминать Ты тысячи людей научишь Будешь говорить Сюда и везде Распространять Я говорю Я работаю на корабле У нас поел Кусок Куски ровно Хлебом Вот последний кусок Ну вот такой вот кусок Вот Вот это красное Вот это вот Смотри Какой размер Я кусок взял Куском так состала Стер Забор что Забор чайка Я это их доме Они меня угощают Я поел кусок взял Хозяева опешили Что такое это Ну С осталось терять Вот как можно ослепнутые И не видеть А в другой комнате Приехали гости Она Мать говорит Этого парня Парень высокий такой Ему второй Она говорит Да ладно Пусть доедает Зачем он начинал Первый есть У нас все освещенное У вас свиней нету А я там Я вот сюда намотал И вот 55 лет Всем говорю Ничего не оставить И чашку залезать Я не сотни Тысячи людей научил А рядом сидящий Как сели Так Молодец 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 Пошел У меня вот вопрос Вот Христос Нас учат прощать своим врагам А вот когда их предают Анафеме ритиков Это никак Плохо не сказывать Как это оправдать Это грех против Бога Я не имею Прощать Когда против меня У меня он украл По заповеди Десятой Он у меня Потралил поле Я сказал Ты должен заплатить В деревню Вызвали комиссию нашу Собрали Узнали сколько Заплатили Заплатишь Ну да А нет значит Будем дальше говорить Ты нарушил Десятый пункт заповеди А она Гусями своими Потропил Потралила его пшеницу У Игоря Барабаша Люба Минаева Никому дела нет А я начинаю Другой раз Батюшка Ну зачем ты это Ну тут и так Как несправедливость Зачем это Ну даже устранить ее Я ей помогаю Загородить досками Чтоб гуси не перелазили Помогаю ей Там Костровый пруд Я беру пруд С ней гоню туда Я отвечаю за это Но поле не трожь больше Иди встречай Не можешь Выход есть Закали Выхода никого нет За батюшку туда В пруд Так они оттуда выходят И опять же К нему на склад Уже Не колоть Сестрю Да прямо Пусть и берут Да еще и гадят там Выход один Больше не держи Гусей Или смотри за ними У нас А скоти не сказано Чтобы не хотела А гуси А гуси не сказано Чтобы привязать его Тебе это надо А я даже не понимаю Надо не надо Не справедливость Почему вы молчите Это обида Вопьется В обида Он пахал Сеял зерно А теперь стоят пустые Они Гуси много едят Обшелушили все То есть правильнее Предать анафобию Именно арианство А не ария Или не историанство Но не история Самоучение Предать анафобию Анафобию нет никому Или как это Надо же показать Что это неправильное учение Как его выделить Что оно неправильное Нужно как-то показать это Значит какую-то анафему К придумать ему Сейчас вышел ролик И даучи доказательства О том Что такое благодатный огонь Все обман Что на Пасху загорается А как вы Я никогда не верил в это Я понимал что это подделка Или происки дьявола Это так думают По другому у них У меня везде в книгах Про это написано Но это мое мнение Богу не надо чудеса эти И там как арабы Друг на друга Заскакивает И друг друга Возит на себе Что это такое Там бопль такой стоит И он не жжет Это огонь Да с вещью можно сделать Вообще не будут Загораться даже Нет так он не жжет А первое время Только выносит его еще А там дальше он дожжет Говорят нормально Так жжет еще Ну голова то для чего Тогда она говорит Для себя Голова зачем А чтобы суп хлебать Только для этого Другой хоть ответит Шапку носить Ну заблуждение Ложь Спасибо Христосу Женя Раз Бог делает То моего ничего Там и нету Иди палочки Говорите Что хотите Насчет ереси Если в слове Божьем Написано Что слово Что земля наша Шар И что она Ни на чем А человек утверждающий Что она плоская И на чем то висит По моему мнению Он говорит ересь А ты говорящий ересь Он еретик Искажающий Слово Божие В догматах церкви Этого нету И в одно время Еретиками называли Те кто Говорил что земля Шар Называли еретиками А те в свою очередь Православных Называли еретиками А сектантов Из-за невежества Но мы то вежественные люди Поэтому Мы можем Свои вещи Своими именами Называть Ложь Ложь Ересь Ересь Ну как Он уводит из церкви Роман за собой И уже Все вокруг него Уже Олег Сват Мне звонит Такие вопросы Задают Что Это самое Говорить не хочется Это С малого Все начинается Ну а как Ну Елена Степановна Какие-то слова Есть Да нет Единственное Что Вот ты Сережа Я считаю Что неправильно Говоришь Это вот тогда Было невежество А сейчас Когда были Они невежественные Называя еретиками Потому что Они неправильно Это применяли Они применяли На все Вот Церковь Как бы вот И как бы Распространила Но она Не имела Права Распространять Это не касалось Догма Церкви Поэтому Вот это Заблуждение Но это Заблуждение Открыло Все границы Он стал Перешел И стал Если он Говорит Что он Не причащался Что он Уже Анахиме Вот это Уже пошло Еретическое У него Вторая ступень Падения А первая Это у него Что было Убивать А его Убили Уже Как еретика Заклеймили Потом Позором А он Только единственное Сказал Что Почему В храмах Такая сутолока Вокруг икон Иконы Поднимем Иконы Поднимем Люди Пускай Благоговеренно За ними Наблюдают И все Не надо Туда Целовать Их И там Вот эти Как сейчас Бодает И Путин Тоже Становит Как любой Хоть Шойгу Хоть кто Как будто Рога у всех Как бычки И все Его Не просто Его отстранили Там сказали Ты не прав А по другому Никак не решились Уже эти православные У них там опыт Был уже этих Хритиков Их уже Прощали Шесть Вселенских Соборов А мы сейчас Пластанем его И где Пластанули Не просто так Уже Сатана это сделал Когда он пел Рождественскую Песень Господу Воздавал Хвалу В этот момент Около алтаря Около алтаря Прям там В алтаре На границу Он там где-то стоял Где алтарь Прямо в алтаре В алтаре Царская особа Имеет право в алтаре Да Имеет И в алтаре Прям в алтарь Ворвались С мечами Он крест им показывает Как в свое время Прокопия Псковского Корнилия Псковского Руку отрубил Этот Иван Грозный Сейчас все Его никак не могут Канонизировать Все Канонизировать Ивана Грозного Руку отрубил Митрополиту С крестом Он протягивает Крест Вот мы народ Вот крест Такие же как ты На тебе И здесь православные На тебе Вот он все знал Поэтому и так и действовал Вот эта жестокость Она постепенно Канкон таким накатилась И вот она к нам Прибежала сюда А теперь мы уже И в Сирии помогаем Только уже Руку рубим Не этим А ракетами Православные Ну так лег Не было иеретиком Конечно не был Какой он иеретиком Он вообще ничего Такого не говорил Его предоставили Только одно Что иконы нужно Оторвать людей От икон Что вы смотрели Храм Божий Посмотри что сейчас творится Стоит митрополит сам Что-то Хорошо говорит даже И там шарятся Туда-сюда Им все равно Кто там стоит Хоть патриарха поставь Придет Христос И будет шариться везде Уже Христос стоит сам Скажут Ну это Христос Смотрите Да нам там некогда В лавку надо там Ну надо это Святыню великую Ересь и является Потому что земля Плоская лица Но ересь это грех А сектантство Это по-латински Да Если на деле От церкви отделяется Это уже ересь Это не господство Учение церкви в государстве Еритики переводится как Рома Малыч пока Свою церковь не организовал И троицу исповедуют Еритиком как бы назвать нельзя Как будто и неверующий вовсе Или просто странный человек какой-то Но еритиком Это слишком громко для него Сказать Как вы думаете Рома Малыч Это не еритик же человек Василий Великий Пишет книгу Шеста днев Она по сегодняшней жизни Популярная Как Бог творил мир Ну объяснение Очень интересное Но он далеко-далеко Отстоит от того Как мы понимаем сейчас Почему Да не было другого-то Ну возьмите Существует ли загробная жизнь И напиши Кто это сказал Рогозин Павел Иосифович Он не православный А эта книга Издается старобрядцами Там вычеркивается маленько У меня в обвинении она стояла Когда судили И он объясняет строение Человеческого тела Какие планеты Какое расстояние Ну не знал Василия Великая Этого-то И то что Василий Великий По тем временам Ну что это Аристотель Больше-то еще он мог Просчитать-то Вот И И залить вот Он не считал Никого Те, которые не так понимают Были такие Энкротиты Донатисты Что с ними делать Принимают Все святые отцы говорят Ну там у них расхождение есть Ну Понимаете Наши туда епископы Даже перешли некоторые А теперь переходят Их перерухополагать или нет Нет Не перерухополагать Учение о Троице У них было правильно Вот это неправильно Ну и как Не крестить Только миропомазание А Василий Великий Крестить А потом пишет Итак Все отцы так постановили И я Вопреки своему мнению Соглашаюсь Не крестить Мир Они понимают Что сейчас нет Я Анафиму моему Чего ради Ты взял Анафима-то Они не так понимают Устройство земного шара Там даже Вообще Понимали Что он шар или не шар Василий Великий Тогда придется Его всех под Анафиму Брать Нет Анафима Это искажение Учения Что называется Ереси Отступление От господствующего мнения Официальной церкви Они Наше мнение Расходится Допустим Со свидетелями Сторожевой башни Еще теперь Мы еретики Не они Прокаженный Обязан бы Лицо закрывать И когда идет К городу Чтоб никто не подошел А он в город Не имел права Он кричал Нечист Нечист Ну все Нечист Нечист А потом А почему я нечист Да пошла завязка Вы все нечистые Вот так можно Докричать Все нечистые Шли туда Он последний плетется А теперь решил Да не туда идем Повернулся назад Теперь он первый Он первый теперь И там теперь Он идет первый А мы теперь В самом конце Это очень же понятно Бодливая корова Так делает Ну до конца Надо договорить И Василий Великий Вопреки своему мнению Сказал Хорошо Завтрашнего дня Я крестить их Не буду А почему Отцы сказали У нас есть это или нет Или толерантность Безумная Или ненависть Не меньшая Но он сказал Я попятился Серафим Саровский говорит Когда Дух Святой Меня покидал Он знал Я грешил Согрешал Говорил неправду Ну как он определял И как теперь нам узнать Где он определился Нам-то тоже Ого-то знать А теперь нашли Там Слипшиеся И там Все это В голубинном помете Как будто у меня В голубете содержался Этот Их книжки Все это нашли Считает Серафима Саровского Зак Мотовилова Александра Николаевича Хорошо Так апостол Павел Когда кому-то Разделал Анафемы Он предполагал Что человеку нужно Привезти в церковь Анафемы придать Кто не любит Господа Иисуса Христа Вот теперь Определи его Давайте определим Анафема забудем Кто не любит Господа Христа Мы любим его или нет Первый анафем Определён Галатам 1.8.9 Если бы ангел С неба Не то бы Что здесь написано Анафема Так это Обе анафемы Против православных В первую очередь Нам ли Анафемы Разбрасывать Когда мы все Под анафемой Если не любим Господа Если ты его любишь Тогда Я ничего не знаю Лишь бы с Господом Остаться Что-то По-другому не сдам Я выбор сделал Всё Или от реки Или вон из дома Простите Оставайтесь с Богом Встал и пошёл Для Бога Он всё для меня Сделал Отдал Я не могу всё сделать Потому что Крови если у меня не будет Я умру А у меня охота послужить И Павел говорит Желаю разрешиться Умереть И быть со Христом Но остаться во плоти Нужнее для вас Остаться во плоти И жить Для вас полезнее Что я могу отвечать На вопросы Павел говорит И поэтому Меня спрашивают А вот там Денисенко Филарет На Украине По-вашему Как он Еретик или нет Я не могу Это слово сказать Но к нему К нему причащаться Я не пойду А почему Внутри меня Что-то есть Какая-то Препона Почему Ну хоть маленько Объясните Его рукополагали Где Патриархии Патриархии С него сам снял Почему не подчинился Когда Все Награду Она ему дала Теперь Патриархия Придает его Анафему Ты обязан принять это Диамид А я не признаю Диамид Начал Анафему Патриарху Всему синоду Дзюбан Ну и что теперь Все Что он сделал Теперь Все А вовремя Отступил Сказал Я в самом деле Против Инонем А теперь Телефон Не нужен А сами снимают Все А как снимают Это А вот там Инонем Там узнали Черточки Три шестерки А ты Сколько черточек Почему Ты не говоришь Что там Три семерки Еще есть И три девятки Есть Почему Дальше Не говорите Чего вы шестерок Испугались Так шестерку Никто ставить Не будет Это знак Под этим знаком Кто имеет ум Сочти А что считать И там не написано 666 В оригинале Написано 666 Одна и та же А что это А вот теперь А у вас есть мудрость И ни коры Ни грамма нет А я и боюсь К этому приступать Да как то будет Ну дел много будет В первую очередь Иерусалимский храм Советские войска Придут туда Все будут разбиты Москва должна Еще сгореть Это еще событий Сколько будет Сейчас ничего нету Два пророка Он будет ставить Не в книжке где-то Не там в налоговой инспекции А на чело И на правую руку Вы сейчас с ума сошли Что ли то Вот они рехнулись Кто против шестерок Бьется Куда ставится Посмотри Ну а это нам Имя заменить Да какой ты Ваня был Такой остался Кто тебе менял имя Что ты выдумаешь То есть дальше Одна потоком Идет ложь Он Бога не знает Писание не знает И вот этот Авель Семенов Разъезжает И мутит воду А на него Обязательно Толкнется Какой нибудь Придорок И все Кончилось Как это Никого не слушать И святые хоть один говорили Что придумают Какие то там Вас будут помещать Нет нигде А говорили Что до пришествия Антихриста Будут знак ставить Ну как ставить Когда его нету И главное печать Слово нет печать Начертание Даже это слово не знают Нету печать Слово печать вообще нету А как Не знаем Ну не рядом Не рядом Не сегодня Но рядом В пространстве Тысячелетия Может быть еще 10-20 лет будет Сильно кричали В 92 году Виктор Андреевич Приносил Черниговский Лаврентьев Он там сказал В 92 году Все Уже декабрь Все равно В этом Три дня Но что-то будет Ничего нету Опять Новую дату Назначают 12 год Времена Майи Пчелки Майи Сказали А вы как Я никак Просто я молюсь Я грешный человек Поэтому мне надо Молиться О себе И другим За свидетельствовать О жертве Христа Заниматься нечем А знаете Как это легко Я паспорт выбросил Ты из себя Зависть выбрось Сребролюбие выбрось Ненависть Подозрительность Неподчинение Церковным властям Выбрось это из себя А ты не понимаешь А я нашел Кого ты нашел Отлученное Запрещенное Они никто Отрепие земли У тебя нет Даже Духа развлечения Дал мудрость Развлечения духов Мудрость Это Бог дает Дар Наглядь Иуда Христа предал Не первый Первый предатель Христос Говорит Он предал Все на что Он надеялся И он тогда понял Сколько ходил Все родные знают Я им говорил Да за кем ты идешь Плотник то Подождите Он сядет еще Я у него Министром финансов Буду Вместо Кудрина Ничего подобного Под ты еврей Тебе не достанется Тебе только 30 будет На башмаки И вдруг Оказывается Все развалилось Даже ученики А мы то думали Что он тот То есть веры Никакой не было И упрекал Из-за неверия После воскресения А написано Уверовали Уверовали Что пустая гробница Только в это Уверовали А теперь Едут туда Гробу Господню Ну вы знаете Что он воскрес Ученики не знали И получили нарекания Что вы ищете Живого среди мертвых А вы 2000 лет спустя Ищите дождь Что ты там возьмешь Как эта гробница Нелюбимая им Она ему не нужна была Его затолкали туда Прям умирает Съездить надо Гробница Ну увидел ты гробница Что теперь К себе ее не перетащишь Ну успокойся Землю все равно зарою В интернете показывают Владимир Головин Ну священник Приезжает к нему репортерша Он водит ее по своему территорию Там храм столько пристроек Заводит А у него вот своя крепость Крепта такая Ну размером 100 комнату Ну как готово Ну как Пещера Для погребения Он приготовил У нее такой стоит Камень там Положат его в землю Собственно Такую прям Цепальница настоящая Как эти У викингов Ну здорово Ну по-христиански Какая-то крипта По-христиански Сейчас выставили материалы Новосибирского митрополита Указание дано По всем абсолютно Благочениям везде Чтобы Головина Нигде не было Все книжки Все выбросили Там перечисляют подряд все Прямо за подпись Я сегодня сам смотрел Мне скинули Материал Я полную Правда За подпись у митрополита И убрать Ликвидировать Все его книги Там какие были А вы как? Никак Я других призывал К тому что молиться о нем А в чем конкретно Его обвиняют? В чем конкретно А посчитай Там много о чем Много да? Вот это вот Молитва по согласию Молитва по согласию? Молитва по согласию Я говорю у нас так Если попросил все Молитва по согласию Нет там записываются Деньги Что-то везде Финансы задействованы Но они говорят так Ну это ясно Да он простой Я с ним не согласен Он говорит Смотрите в Португалии Там вот как молились Это явление Патима Это говорило Это явление Божьей Матери Что молились о России И то другое Это я сразу скинул материал Материал к истинному православию Это не Дева Мария Сатана явился А Россия нужна Только под туфли папы Чтобы подсунуть нас Они ответа не дали Но наши все считают И он что-то Очень хорошо относится Я его пригласил К нам приехать на хрещение Его и там Кто с ним будет Да благословит его Господь Ну он говорил где-то Человеком он был подобный нам Ну правильно Слава Правильно А кто-то там Студенты какие Так он чего так же писал Вот Надо же понимать О ком говоришь Ну я бы сказал Ну чего спрашивать Я не могу больше сказать А он прямо сказал Да все так же Так что так же И в туалет ходил А кто-то моряки И какать ходил Он отметил Ну раз как человек Значит и ел И так же пища перерабатывалась А это неблагоговейно И об этом А как Я бы не ответил Я бы сказал Как человек Дальше ничего не надо А он прямо словами назвал Это теперь его А он не Сказал-то правду Ну не принято так Тысяч Там отсюда едут и молитвы Он говорит Какие-то молитвы Я ничего не трогаю Я просто на него смотрю Он очень простой И он тут же принес покаяние Он не еретик А тут выступает Новопашин Новосибирский И встает Объясняет Максим Степаненко Вы что делись-то Вы что тут сказал Я разбираю То, что ты сказал А вы за собой это не знаете Это у вас все продается за деньги-то А у него как Ну раз Так Рубашки там Какие-то специальные Наверное с вырезами Помазание где как делать А вы пошли бы никогда Я заранее знаю Что это соблазн И будут последствия А мне зачем это Когда у меня и так Наворочилось только У меня по одной книге Можно 10 раз повесить Пока что они не добрались До сути и все А тут-то я знаю За что страдать буду Еще буду Я считаю Что Ария убили Ну и что меняется Я беседовал с хирургами И как Показать Не только он позорник Но он позорник Еще и смерть у него была такая Пошел В своем дерьме И лопнул живот Кишки вывалились Я беседую Скажите Вот человек пошел И никак Запор Может он так Чтобы лопнул живот И он говорит Там может что-то надорваться Но чтобы кожа лопнула Это у меня никак не Потому что давления уже на нее не будет А тут значит православные Его там зарезали У них привычка такая есть И теперь он конечно Кишки выпустили из него Я так думаю Согласно того Как описывают Да ты завели Да нет Но когда говорят О рекеках То он такой Трясущий Горбатый А о нем говорят Он выглядел импозантно Что такое импозантно? Привлекательно Очень Очень хорошо выглядел Так И лещ его Была блистательная Ему было чем увлечь Архиереи подряд Все подписались Если Сотни Архиереев приняли Во всем царьграде Только одна домовая В дому молились Вот как мы Все перешли на его сторону И там один друг Афоня Все перевернул Афанасия Будущий Великий Афанасия Патриархом станет Александрийским Ой как надо знать Хорошо Историю нашей церкви По времени Сколько идет Занятия Полтора Сергей Павлович Там отхов Вышел какой-то человек Сейчас И он там Что-то уже не так Говорит Смотри внимательно Зря не трогай Называется Закрыть его Заблокировать Там банить Ну и Не устраивать Свою баню Ты видишь Он не такой Он зашел Ищет И он сейчас По отдельности А может Евгения Тракон Обеследует И уже волок Там А тот Требует Тоже внимания Я говорил О мужественникам А Евгений То сразу Выставил материал И говорит А я вот такой Ну по нашему Сказать Тюхтя Не хватает То-другое Вот еще не создашь Должно быть Шесть качеств Одно из них Беспощадность К разгильдяйству К неверию Ко всему Решительность У меня Говорит Этого нет Я вот так Но я вижу Ты очень интеллигентный Поэтому создать Еще не сможешь Христианство Это решимость Лево и право Никаких Свет и тьма Никакой серенькой Позвонками Кинжал Вот такой вот А вы бы там были Как себя повели Откуда же я знаю Там В те минуты Все решат Я могу сказать Как я вел себя Во время ареста Здесь Не раз арестовали меня Как вести себя При входе в тюрьму Когда считают приговор Как привозят в лагерь У меня маленький опыт есть Маленький Но уже опыт Это все описано Для слова Божия Мне туз А то я никогда не был Смерть мне не угрожала Угрожала только сбоку Так Костин А мы можем сделать так КГБ Что ты никогда не вернешься Но это угроза Да органы эти Могут все сделать Там изнасилуют И все Мне дал Бог власть Все в камере подчинялись В любом городе Только приезжай Вся камера Как будто меня ждала Вот представь Когда приезжаешь куда-то Тебя там шлюз Вниз запускает Длинный коридор И там один Из тех Которые Осужденные Ну его видят Что он Ну случилось во время Драки Там что-то сделал И он теперь выдает Там все Каптер Маус этот И меня Подошел Он на меня посмотрел Так Ты отойди в сторонку Почему Все последние идет Я вижу матрасов Уже совсем нет Я тебя давно жду Так вы меня знаете Не знаю Бог мне сказал Я к тебе пришлю Человек Я сразу Новый матрас Отложил Просто ненаглаженное Я тоже третий год Тебя жду здесь И все Мне тут же отдал Первый раз видит Как это А зазомбировали Так я его не знал Минуты одной не было Ну а дальше Двух сопровождать Женщин дали И дорога их зазомбировал Они привели Куда Где-то бака нет Но они Где отбывает наказание ШИЗО Там днем Это Так это Вот такая К стенке здесь А она так вот Толстая Плитатая И шпиль с той стороны На нем выдергивает А вот эта вот Сразу падает Так Ну и ты вместе А ни матраса Ничего нет И ты об бетонный Пол хлопнешься Они меня тут завели Тут никто не курит А я зашел И говорю Они маленько погодя Вернулись Ну и как отец Здесь Я говорю Душно здесь Душно Она побежала Принесла Эту длинную Швабру Перевернула ее Стекла Толканула Вверху там Стекла Татрынь Воздух Сейчас хорошо Я Зомбировал Ну это вставят Тебе что Тебе дышать надо Ну и Ложись Отдыхай Матрас тут положил Уже я теперь Там не как заключенный Ну заключенный Но Только пришел А где так было Ну на Кузнецке На Кузнецке Но лучше Барнольдской тюрьмы Нигде нету Это все Кто шел Этапом Москвичи Зоя Крахмальникова Муж ее Светов Феликс Все говорят Сразу осмотр Прожарить Это вовшах Дальше Сразу чуть-чуть не так Значит в больничку А там Полный паек Дают там масло И все Почему Здесь был монастырь Я только одним объясняю Здесь монахини расстрелянные И по их святым молитвам Вот такое обращение Ну самая хорошая тюрьма Когда по кирпичику разобрано Но и без нее нельзя Это у меня все написано В той книге Для слова Божия нету Я на себя ничего лишнего не беру Опыта у меня нету Когда к смерти приговорят Кто его знает Ну прошу чтобы устоять Как говорят А не греки А Бога вас славит А вот Сергей Павлович Вопрос Говорить о человеке за глаза Всегда ли грех Или можно это делать иногда Апостол Иоанн говорит Поза глаза о Диатрифе Зачем он говорит О Диатрифе Который нас не принимает Других не принимает Перечисляет Зачем он перечисляет Чтобы других спасти Сначала подтащить его Я тогда скажу Он делал открытый грех Я делаю Нельзя Когда мы Единоверцы здесь Брата твоего В первую очередь Брата А так я Определенно могу сказать Что Ульянов Такой-то он был Или нельзя говорить Надо жесть Когда он воскреснет Паразит Сколько он загубил Голодобор Тут Сталин устроил Я заочно говорю Не всегда Это лукавая отговорка Но как сказать Сказать так Чтобы это была польза В этом И сказать Вот человек не знал Бога Такую беду сделал Что сделать О нем молиться нельзя Вот Баварин Когда погиб Мэр города Барнаула Я названил до полночи Крещен он Мне до того охота Помолитесь о нем Вот этот дом Там все это Мы сфотографированы В десятку лучших мер В Россию Выходил Вася Василий Николаевич Ободрюсь Не позволяет дьяволу Играть с тобой Николаевич Прямо И наконец Натолкнулся Главный редактор Алтайской правды Губернской газеты Ольга Николаевна Шевчук Она говорит Он был верующим А до этого Был парторгом Моторного завода А как узнали А он говорит Фотография есть Он с ребенком стоит Кажется У Золотухина Валерия Сергеевича Ребенка крестили И он был кумом И все Я сразу помолился Но опасался еще И Господи Он такое нам сделал добро Прости Господи Что если нельзя молиться Я молюсь Прости меня Ну Господи Ослабь ее Я никогда не выхожу из дома А тут Пошел на похороны Прощание И там фотографы И ни одной фотографии Не поместили А только там Где я иду То есть Настолько для них Было это необычно Я посреди иду А он такой маленький лежит А портрет такой огромный На этом фоне Все Куда спешил Зачем спешил Все это со спортом связано А протоколом Семских мудрецов Говорит Народ развратим Через моды и спорт Все Смотрел сейчас Которые поставили Улучшенные у вас Там вокруг вас Хороводятся там А хоровод водят И Где Ваше бракососочетание А я-то отдал Ваше-то Теперь еще над ним Работать будет Удивительно Хорошее там И мы моложе Надежда Васильевна Тоже хороводит За руки там У них на свадьбе А свадьба-то была у нас На скворечнике А я им скворечника отдал И ушел на балерину Вот Господь Как нас родил И вдруг Вы знали Что у вас Такой материал И хранили Так долго Что же-то вы Веселенькие стоят А рядом с Сашей Это родители его? А кто еще двое? Так был Сашин отец Мама Дядя его И моя мама Я не знаю Первый раз вижу А что они там Кружки-то подяли Что у них там Кружки-то было? Ну дядь Коля Точно наверное Ничего алкогольного Не пил Потому что он за рулем был А еще девчонок рядом Не было с вами В то время Да Еще они родились Они в вечности И Тарасик Где он был Там хоровод у меня Был Ну он говорит И швесла отца Благословила Яков Да Хорошая Сергей Павлович Еще вопрос А вы С хозяином Этого дома Разговаривали Нет? Бесполезно Разговаривали Сколько раз Он абсолютно Никак пустит И он подойдет И к колонке Никому не подойдет И ничего нельзя сделать Я попробовал Я сразу назад Я понял Это смерть Я один раз Только получил И все Я ему как Из этого Тазик Шарахнул Огнепальным И все Он как завизжал И больше никогда Не выходит на улицу Жестокое обращение С животными Жестокое Жестокое Но такая жестокость Эту вызвала Он вызвал Хозяин и собака Собака должна Охранять дом Он жестоко Обращается с собакой Выпускает ее Ее могут там И не только Да, да Естественно А что мы даже Делать Предупрежден Они убирают Приходит женщина С ребенком Ясно дело Ты же сам говоришь Что только загрызли Никто не знает Чего Я знаю Я как вышел Он на меня Только рот раздеватель Тазик-то Держу Золой-то Я как Как он поднял вопль Что он хозяину говорил Не знаю И хозяин знал Или нет Но больше Никогда его не видел Наверное Усытая ему Валейка Покороче Делал Хозяин поди ищет Кто ему Небо-то опалил Не знаю Я его видел Около дома Стоит и все Это я один раз В жизни так сделал Потому что Решение обо мне Я защитник Общества Дагхантер Новоявленный Общества А каким образом Избавиться Все Хозяин не берет Собака не уступает А я человек У меня душа есть А у него нет У меня она власть Над всякой тварью Еще А израя А можно спросить У Сергея А что в таких случаях Вот делать Если не так В полицию Звонить Я Я звонил В полицию Несколько раз Но они С защитными Организациями У них по-моему Там договора Они приедут Поймают Яйца отрежут Выпустят Зубы не вырывают Зубы не вырывают Зубы не вырывают Лапы не отрубают За деньги Налогоплательщиков Все это Делает В деревне У нас точно так же Собака Залазит Там ковечка Может и гневнка Задушить Я пришел Жалуется Я сразу В ружье А он вот он идет Я прямо с крыши На крышу Стал Как дал На место За ноги Все больше нету Вопрос решился Меня вызывают В контору Там Кис Бройлер Другие Естреба Замучили Ничего не начали Лучше Как позвать меня Я их до обеда Всех уговорил Прям курицу Хватают Уже небольшие Запятые И тащат Это я когда Ну конечно С курицей вместе Убиваешь Но все Вышистил До обеда А для чего Я учился стрелять Я еду А он тащит Я прям с велосипеда Одной рукой Сружаю его Сниму Готовился Самым серьезным образом Сидел Руки себе Резал Стоя спать Как Рахметов Чернышевского Что делать Хорошие были времена А вот Сегодня Читаешь Покусала Собака Ребенка Отец Выскакивает Ну конечно Он за ребенком Берет нож Убивает собаку И этому Отцу Присуждают Извание Осуждает Его На 300 часов Исправительных работ Лопасть У меня ни разу Почему у меня не было Его хотели обвинить В жестоком обращении С животными Но по этой статье Его не обвинили Его Обвинили За порчу Имущество Чужое имущество Да Потому что У того-то был хозяин И хозяин На него подал суд А тот На то что Собаку Не отвечает Не знаю Тогда у нас Этого не было Он не привязанный Он залезли где-то И все А сейчас все переменилось Все Зоозащитная организация Лютует просто Если бы Вот сейчас Вы застрелили Этого пса Вас бы посадили бы И никто Не посадили бы Не посадили бы Давайте проэкспейдентировать А я неприкасаемый Я бы вам сразу Сказал Если будешь Меня трогать Смотри Еще можно Причем Можно за вас Подяжу Чтобы я тоже Был неприкасаемый Да пожалуйста Сан-Кузьминич Говорите Сан-Кузьминич Можно вот вопрос Еще задать Давай попрежим Мне задали вопрос Такой Я не знаю Я хотела вас услышать Вот работает человек Начальник на этого человека Там Ну как-то Гонение Гонение как бы Да И даже раздражается Там что-то Вот я тебя взял Вроде бы Из таких хороших чувств Но Ну все время Что-то там Да Можно За этого начальника Молиться Можно Нужно Нужно А священник отвечает За него не молись Потому что Он раздражается Он Бога не знает Он раздражается И Ему только это вред Ну там меня Зачем спрашивают Когда священник уже сказал Да и делайте Как он говорит По-моему Изменения По-моему Ты только книги на место оставляй Да По-моему Изменения В этот же день наступают И по-моему Это выполнение Заповедей Молитесь за врагов Все окончат А по его Нипочем Он теперь Накручивает И все Это священник Дай-ка с Украины Узнать сначала Они все такие Огрежоние Как Неземные люди Но он с Украины Ужас приземленный Молитесь за начальствующих Местный с Украины Антихрист Не молитесь за начальствующих Как малыш Вот он Сергей ведет Уроки Которые Вот такой характер И надо Предупредил Ровным голосом Ну иногда Бывает Я бы так не сделал Я тогда раз ему Сергей Павлович Ну это Прости его Разблокирую его Ну пускай Что он тут будет Что с него взять Он тут же Разблокировал И не уперся Вот что Мне подлизывается Или что-то У нас все разное С ним А он только сделал Тогда я сразу На молитву В ту же минуту И мне мысль Мысль рождается Что надо сказать Это строго Очень наказал его А тот сказал По неразумию А тот маленько Пойдя и говорит Я в прошлый раз Неправильно поступил А он какой хороший Он меня все-таки Пустил Ну вот Ты знаешь О ком речь идет Да Да он еще терпеливый Там нескольких Надо было закрывать Это давно уже Так что Сергей Павлович Молодец Так мы считаем Для того Чтобы применить Это в жизни А не просто Голову набить Знаниями Анафема В двух только вариантах Это случай Не любит Господа И не любит Библию А это православная А где нет Вы считали такое Что анафема нигде Я просто Так говорю Потому что я вижу Кто не любит Господа Как любят То любят Матроны Любят Кости Что угодно любят Иконы Казанские Икон больше чем Дней в году И везде свое Надо обязательно Хоть какую-то Хоть какая-нибудь Коробейниковская Хоть маленькую Коробушку Дайте мне Чтобы видимый Бог был А эти уйдут люди Вячеслава Кашининникова Любят Любят С репталоидами Ложь одна Они не нужны Они не нужны Они не сено Косят А траву Просто валяют А эти уйдут люди Ну и Материца 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 Матерна Не паевон Гневливый Такой готов Разшибить Все И вдруг И вдруг у него Нужда А я молюсь И нужда у него У него нет Цемента У него нет Шипера А уже делать дом Он ко мне пришел Только у вас есть Я говорю Сколько тебе Шипери надо Много надо Ну не одну Нет 35 шипери Два мешка Цемента Я тебе дам Давай И когда будешь отдавать Свежее отдашь Не деньгами Но Распишись Что ты за это время Нигде ни одного мата Не скажешь Нигде Нигде Буквально на следующий день Вообразите так Подходит другой человек А мне нужно Вот досок столько-то Тоже цемент И шипер У меня есть Я говорю Даю Но с условием И сейчас мы распишемся С кем ты выпиваешь Выпивать Ни домашнюю брашку Никакой соке Ничего нету Только Воду Чистую Согласен Да Но пошли через дорогу Его жена расписалась Танюша Все сделали как положено И он не может рассчитаться И поехал на свадьбу Этого человека Которого земля плоская Здесь он был Вернулся Я говорю Ну и как свадьба Да какая свадьба Не поговорить Ничего То есть Ну на трезвости У него говорить нечего У него опустошенность А поговорить не о чем И он не может рассчитаться Он года три не мог рассчитаться И три года нигде не выпивал А я корыстолюбивый Да я подлый Я А что я сказал не так Я сейчас для себя Я изыскиваю всякие способы Что человека избавить А он три года не выпивал Это неплохо же И потом не выпивал Выдержал А тот не матерился А тот такой гневливый Прям вот соседи Зашли эти к нему Он курицам дал А в это время У соседа другого индюки пришли Он тоже убил индюка За ноги подошел И к тому в ограду бросил Чей индюк то Я говорю Ты что Николай творишь Ты умер от злости Вот ты что делаешь Ни с кем мира нет Уехали Того другого нет Это которые говорю Они все выбрали И потерявки нет Особенно когда говорят Ну уж как не делай А из общины Я никуда не уйду Если человек сказал Я уже знаю Он уйдет У меня такие были неоднократно Когда начинает Прям заклинается Ну уж куда я уйду из общины Я тут родилась Тут крещение принимала Я не знаю Ты сейчас говорила Что не уйдешь Зачем ты это сказала Ты уже уверена была А у тебя уверенность На чем построена Ни на чем нету Проходит неделя Она ушла Ну ладно Что Господь вернул Проходит время Она вернулась Вот так бывает Я никого не называю Просто вы думайте Сами о себе И потерявки были Кажется три человека Которые сказали Уж я никогда Продали домой И уехали В одном из них Живет Витя Витя увидит Не уехал А Витя Что не уехал Нет? Нет Ну все Ну все Обратники Достойно есть И от Бога Слово рожжую Сущую Богородицу Тя величали Игнат Тихонович Молитесь Милосердный Создатель Господь и Бог Любящий наш Отец Небесный Перед Твоим величием Предстали мы В чем погрешили Прости И благослови нас На предстоящее время Жизни нашей Господи Избери доброго правителя В этой стране Только ты знаешь Сердце человека Намерения его Скрыты и явные И о чем мы рассуждали По слову Твоему Сохрани в наших сердцах Помоги исполнить А в чем мы ошиблись Прости И изгладь из памяти За все Твои милости И щедроты Мы хвалим Прославляем Твое святое имя Наш любящий Бог Во Святой Троице Отец Сын И Святой Дух Аминь Господи Услыши нашу молитву И прими ее В воздьяния рук Как жертву Вечернее благоухание Приятное перед престолом Благодати Твоя Владыка Соедини нашу молитву С молитвами всех святых Молящихся Тебе на небе И на земле Услыши и исполни Молитву всех Молящихся о нас Во благо нам Господи Услыши нашу молитву О всех Заповедавших нам Молиться о них Спаси их И помилуй Аллилуйя И даруй мир Израилю Россию Украине И Сирии Где война уйдет И научи нас Ценить это мирное Доброе время Тебе хвала за все Аминь Говори Господи Владыка Слушает И дослышит Раб Твой Аминь Богу слава Так сестры Закрывайте Сразу Послушайте Минуточку У меня Лена Политвикина Звонила Аминь